Вчера в 7 часов первого масленичного вечера, совпавшего с женско-праздничным вечером, на втором километре трассы, соединяющей Первоуральск с Московским трактом, создатель реальности преподнес 32-летней женщине-матери шикарный, пожалуй, лучший из всех возможных подарок. Бог подарил ей ребенка, причем не младенца, а сразу уже готового, пятилетнего. Декорация такая. Праздничным вечерком, в легких предзакатных сумерках, 32-летняя водительница-родительница с 6-летним опытом руления и 28-ю нарушениями ПДД за два крайних года на болиде породы Кия катилась от Первоуральска в сторону Московского тракта. Рядом с мамой на месте смертника сидел 5-летний малышоныш. Пол ребенка почему-то не уточняется, но если судить по розовому детскому креслу, в нем сидела, вероятнее всего, девочка. И вот на втором километре ровной прямой трассы что-то пошло не так, и буквально на ровном месте Киянку поволокло влево, она пересекла снежную сплошную, выскочила на чужую и правым передним углом налетела на первый встречный Пежо, в котором ехали 55-летний рулевой и пассажирка. Вот если бы Киянка пошла налево на несколько мгновений раньше и проскочила бы в сторону обочины на метр дальше, то Пыжик влетел бы ей ровно в правую переднюю дверь смертника, за которой сидела 5-летняя девчушка, и она могла бы при боковом ударе погибнуть. И для ее мамы это было бы самое ужасное 8 марта за прожитые 32 года. Но нет, волею небес Пежо ударил в угол Киянка, закрутил ее, но поскольку все четверо участников замеса были обременены, постольку не то, что никто не погиб, никто вообще даже не ударился, все живы, здоровы, это ли не чудо, это ли не лучший подарок женщине-матери на 8 марта. Хочется ее спросить, а как насчет Алла Верды? Нет, не на 5 минут зайти в храм и воткнуть свечку. А через 5 дней начинается великий 48-дневный пост, вот там можно каждый день делать подарки создателю и себе на здоровье, и во славу Божию.